Спор о том, какой из двух городов, следует читать, родины рождественско-новогодней елки ведется между Таллином и Ригой, вот уже скоро два десятилетия. Спор от увлекателей, но абсолютно бессмысленный. Не Таллин и не Рига. Мнение о том, что две балтийских столицы могут претендовать на этот статус, связано с ошибкой первых краеведов, которые в 19-м столетии натыкаются на упоминание в протоколах братства Черноголовых, Ревельского и Рижского, описание того, как на зимний праздник черноголовые несли некое дерево, то ли зажигали его, то ли сжигали на площади перед ратушей. Зимний праздник, как показывают современные исследователи, это не Рождество и не Новый год, это скорее всего Масленица. Как на Масленицу на Руси сжигали соломенное чучело, видимо здесь, в Ливонском регионе, сжигали дерево, возможно даже и ель. На Ратушную площадь ель впервые у нас приезжает только в 1928 году и сразу же встречает очень большое непонимание со стороны местной прессы. Зачем господам-коммерсантам освещать лампочками пустую в вечернее время Ратушную площадь? Лучше накормить бедных в городских богодельнях? Критика оказалась острой и почти на пять лет традиция ставить украшенное иллюминацией дерево на колонию Рождества на главной площади Таллина исчезает. Более того, в 30-е годы елка возвращается на нынешнюю площадь Свободы. Второй раз дебют елки на Рождественной площади состоится в 1967 году. Сложно сказать, почему он тоже окажется неудачным. До 1986 года елка на Рождественной площади опять перебирается на тогдашнюю площадь Победы. Ну а с 1986 она возвращается сюда, к Ратуши, радует таллинцев, гостей столицы и лишний раз убеждает, лучше не спорить о том, кто первый наслаждаться тем, что у нас есть сейчас. С Новым годом! С Рождеством! Редактор субтитров А.Семкин